Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня Грешеву. Номер 97. Озвучиваем Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта по нашему трехтомнику. Это у нас второе издание. И с комментариями. Коротко показать книги. Потому что такого издания с откровением вместе в одном комплекте не было за 2000 лет. Никогда не было. Это впервые вышло. Это вот Густаво Дары, 230 картин. Еще 10 из классики. Тоже мы раскрасили. Считает Никита Колесников. Второй Тимофей 2.19 Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих. И да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. Толкование. Вот главное, что отступит от неправды. Ты Господа исповедуешь. Теперь узнавай, правда ли неправда. От всякой неправды. Какой бы ни было. Но она незначительная. От всякой. Толковать не надо. Поэтому, а как узнать. Тебе подсказывает. Не ты один на земле. Люди подсказывают. И верующих не слушать. А будешь мерзавцев всяких безбожиих слушать. Те, которые Христа поносят. Которые делают зло. А их будут слушать. Ну какой же ты христианин-то. Так говорит Филькина грамота. Толкование. Вот что говорит апостол. Не все совратились, но не твердые. Если бы они не были таковы, то и не отпали бы. Подобно тому, как и Адам не был тверд до искушения. Совершенно воодушевленные в вере стоят твердо и неподвижно. И смотри, твердое говорит и основание. Так надлежит нам держаться за веру. То есть, как на камне вырезываются надписи. Подобно тому и у него в самых делах его отпечатлеваются признаки, указывающие на него. Именно. Познал Господь и так далее. То есть, они, эти люди или такие души, предузнаны Богом, как всецело принадлежащие Ему. И предоизбраны, чтобы не совратились вместе со слабейшими. Неправды апостол называет или заблуждение в догматах, или вообще всякую несправедливость. Поступающий несправедливо не имеет основания, не принадлежит Богу. Ибо как он может принадлежать Богу, когда Бог праведен? Он не имеет печати. Смотри, если тот, кто называет имя Господне, должен отступать от неправды, то кто не отступает, тот не достоин называть его имя. Ибо не угодно похвала в устах грешника. Понимаете, один раз прощал, смотри, если тот, кто называет имя Господне, должен отступать от неправды. Вот теперь речь идет о том, правда или неправда. Поэтому исследуй. Если неправда, разговор окончен. А если неправдой живешь, то должен тогда и от Господа отступить. Не достойно звать имя его даже. То есть, Бог не принимает. И поэтому всякая неправда, мы должны страшиться, как будто нас жжет уже сегодня. Неправда. А я один так буду. Ну, один идешь только в ногу, а остальные не в ногу. Так не пойдет. А дом большой, это церковь. И что там в этой церкви? Второй Тимофей 2,20. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И один в почетном, а другие в низком употреблении. Толкование. Так как многие смущаются, зачем в мире существуют злые люди, то Павел, оставив другие причины, сейчас указывает эту. Потому что в большом доме бывают разные сосуды. Большим домом называют мир, а не церковь. Церковь находится среди мира, и в церкви годные и негодные сосуды. Здесь конкретно о мире, в церкви какие сосуды? Иуда какой сосуд? Ну, ясно какой. А разница от апостола Петра? Он желает, чтобы ни одного деревянного сосуда, а все золотые и серебряные сосуды находились в церкви, где тело Христа, где Дева, не имеющая порока. Ну, а как же, его не узнали? А он еретик, патриарха еретик. Рукополагает, молится, литургию совершает, а он уже еретик. И похоронили его, и он никто так и не узнал, епископ. И когда Косму похоронили рядом с ним, этого еретика, он из могилы закричал, уберите его отсюда! С главанием тут задушил в могиле все. Жития святых говорит. Мертвый узнал в могиле лежащее, а остальные его так и не знали. И только через это начали исследовать, и нашли, что еретик. Вот умирает человек. Все до одного в городе плачут. Какой человек? Такие люди за столетия раз рождаются. И поиси идет, подходит, видит, в гробу лежит человек, и видит, что сатана трезубцем душу из него не мает. Только один увидел-то. И все, вся жизнь была обманом, хитростью, лукавством. И он это увидел. И церковь приняла не то, что все видели и говорили, а то, что видел он. Вот подтвердил. Так он один. Ему одному Бог открыл это. А остальные не видели, чтобы в уста вошел этот злой дух. Вот это, что я говорю, это достаточно, чтобы размолотить что угодно. А я стою на своем. Это тяжелейшее уже состояние. Далеко-далеко уже сатана затащил душу. То, что я говорю здесь, это достаточно, чтобы вырвать все из его лап уже. Нет. А я думать не буду. Ужасно, конечно. Золотые сосуды, то есть добродетельные люди в почетном, деревянные же и глиняные, то есть дурные люди в низком употреблении. Но они и в церкви есть. Там говорит в мире, но и в церкви это в низком употреблении. Так они в церкви, в видимой церкви. А в невидимой, мистической церкви их нету. И вот этот епископ, он не в церкви был уже. Так он рукополагал, церковь признают действительным, пока он не был обнаружен. А теперь обнаружили, а теперь как? Остается пока так, как есть. То есть на все такие тонкости в церкви и каноны это показывают. Несторий, патриарх, еретик, архимандрит, евтихий, еретик. И что, одна воля или две воли? Да зачем мне эти воли Христа нужны? А ты как? Я считаю по-православному. Только две воли. Одна воля. А кто? Армяне. Григорияна Армянская. А она постоличная. Она в 4 веке уже была. А как определить? Они говорят, а мы так сейчас не делаем, не верим так. А остальные держатся за то, что они монофизиты. Я с ними беседую, говорит, нет. Мы давно от этой заразы уже отошли. И кому верить? Живому человеку верить. Он здесь говорит. Зачем я буду говорить по-писанному где-то? Их все считали еретиками. И сегодня считают. Патриарх Алексей там помолился. Все, еретик, патриарх. Счеты взял. Так он с армянами молился. Так они монофизиты. Но монофизиты были. Я был в Вереване, где беседовал. Ни одного не нашел монофизита. Все говорят, мы как православные понимаем. Крестят неправильно. Подходят. Ладошки. Есть чашка. В ладошки Крещаево положил руки. Все это крещение называется. Тоже заблуждение. А священник тоже руки. И его обтер руками достаточно. То есть везде-везде заблуждение. Но надо выбраться из этого. Но не идти в сектанты. Не сказал в пользу и не в пользу. Потому что и дурные люди, хотя они и непригодны для добродетели, все же они полезны в общем состоянии мира. Для некоторого домостроительства. Как, например, фараон. Как, например, фараон. А еще фараон. Да он тоже был нужен. А для чего? Бог его знает. И сегодня он для чего-то нужен. Он какую-то должность занимает. Что-то делает. Ну и с ним работа какая-то идет. И нас более острыми делает. Внимательными. А который не занимается, ему все равно. Куда-то человек бредет. А тебе должно быть не все равно. Брат заблудился. Похищен дьяволом. Позаботься о его душе. Усиль молитву. 2 Тимофея 2.21 Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Чист от всего, что говорилось. Очистить надо свою душу. Тогда годным сосудом будешь. От тебя зависит. Какой ты ночной горшок будешь или как. Ну и ночной нужен для чего-то. Толкование. Видишь ли, что быть золотым или глиняным зависит не от природы, или вещественной необходимости, как думают манихеи, а от нашей воли. Вот от кого зависит. Твоя воля. Ты добровольно это избрал. Ибо каждому возможно очистить себя. То есть совершенно освободить от глиняного и деревянного. И утвердить в себе золотое и серебряное произволение. То есть может быть, что удалить деревянное от себя гнилье-то. А возьми золотое. А так не получится. Если сатана далеко, он только к лжесам тебя будет и толкать. А вокруг рядом будут люди жить святые, праведные, которые прошли уже, никого не принимают. А здесь выискивают таких же лжесов. И от них все это тянет эту живую цепь. И что сделать? Ничего нельзя сделать. Слава Иисусу Христу! Поехали. Павел был глиняным, но стал золотым. Не уперся же, а я так твердо стою. Ничего Бог сломит. Иуда был золотым сосудом, но стал глиняным. Вот понятно. Итак, если глиняные сосуды унижаются, то как апостол говорит в другом месте. Сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. 2 Коринфянам 4.7 Там он говорит о природе нашего тела. Ибо как глиняный сосуд есть не что иное, как обожженная глина, так и тело наше есть не что иное, как земля, скрепляемая теплотой души. Здесь же апостол говорит о свободном произволении. Вот смотри. Там одни глиняные сосуды, другие. А теперь о всех говорит глиняное. Противоречие? Нет, не противоречие. Там говорит о чем? А здесь говорит о свободном произволении. И там глиняный сосуд и в разных местах. Но в том он одно имеет в виду. А здесь свободное произволение. А здесь общая наша природа. А я прочитал. Да мало что ты прочитал. Смысла-то у тебя никакого нету. Только противоречие. Вот он объясняет. Здесь же. То есть в этом месте толкование совершенно другое. И под глиняным сосудом имеется совершенно другое. Там Иуда. Глиняный сосуд. А здесь? Все мы из земли произошли. Здесь все до одного. И Павел глиняный сосуд. Итак, глиняные сосуды негодны для руководственной цели Господа Бога, который хочет, чтобы все спаслись. Хотя, как сказано, эти сосуды и представляются пригодными для иного употребления. То есть, хотя бы и не настало время делания, однако он будет пригоден и готов даже на мученичество или девство. Второе. Второе Тимофея 2.22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Толкование. Юношеские похоти не только блудная похоть, но и всякое неуместное пожелание, властолюбие или корыстолюбие. Ибо эти страсти и фантазии безрассудны и свойственны нетвердым душам. Смотри, как и старость уподобляется юности. Правды называет добродетель вообще. Истинной и твердой веры и расположение к тем, кого любишь. Как бы так говорит, не будь неверен и нетверд. Поэтому и прибавляет следующее. Кто есть, доверяет только тем, которые призывают Господа непритворно и нелицемерно, которые любят мир и не склонны к расприям. С ними общайся. А с другими, которые любят расприям, не общайся. Почему? Сам можешь развалить все у себя внутри. Вот копающее предупреждение. То есть друзей, приложенным к какому-то постулате, не будет настоящих. Они будут отстраняться от тебя. Разве это малый ущерб? Одна коротенькая жизнь. Душа в твое тело поместилась. Богом. И теперь обихоть ее как следует. Второй Тимофея 2.23 От глупых и невежественных со связаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Ну, значит, определи, что они глупые, ничего не дают. А он спорит. Ну, не знаю как. А сейчас встречаются такие люди, которые явно видно, что он заблуждается. Что мне, если они мало встречаются, не означает, что их нет таких. Они есть. Но обычно, когда доводы какие-то делаешь, он тут же сразу переосмысливает и кается. Теперь что нам делать, мужи и братья? То есть полное покаяние. 2.38 Деяния апостолов. А другие нет. Я стою твердо на этом. Я не как вы, колеблющийся. Все. Остался. Но там такого не было. А обычно те и другие встречаются. Толкование. Видишь ли, как апостол везде отклоняет Тимофея от состязаний. Это не потому, чтобы Тимофей не был способен опровергать их. Он был способен. Но потому, что совершенно бесполезно и вступать в такие состязания. Почему? Совершенно бесполезно. Доводы, от которых горы тронулись. А он никак. Почему? Грех. Прошлая паскудная жизнь. В грехах. И она закрепляет. То есть он нашел. Это почему? Мерзкие насекомые живут на этом трупе. Антони писал. И они только ищут вот такое вот где-то. То есть не было бы этой трупы, этой мысли такой. Ты бы не прилеплялся к ней. Она есть. И поэтому мерзкие, говорит, насекомые там этим только и питаются. Трупным ядом. Из них не выходит ничего доброго, кроме ссоры и ненависти. Таких состязаний, говорит, отрицайся, как глупых. Есть другие изыскания, именно об истинных писаниях, которых не следует отрицаться. Потому что они не рождают свар. Смотри, как заблуждаются те, которые ссорятся, так же и при изыскании относительно писаний. Где-то можно сказать, и надо истязать, и испытывать. А где-то явно все, зачем это, это не надо. 2 Тимофея 2.24. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, не злобивым. Толкование. Приветливым, то есть кротким. Почему же апостол говорит, обличай со всякой властью и строго. Титу 2.15. Трого обличай. Говори мы о муках, вещах, которые ждут. Не бойся этого. И еще никто да не пренебрегает юностью твоей, 1 Тимофея 4.12. Потому что сильное обличение тогда особенно трогает, когда оно делается с кротостью. Скорее можно тронуть кротостью, чем пристыдить строгостью, учительным, для желающих учиться. Ибо Он же говорит, еретика после первого и второго и вразумления отвращайся. Титу 3.10. Не злобивым. В особенности это качество нужно иметь и в ожидании обращения, и постоянного научения, и некоторого отлучения. Смотри, что следует дальше. 2 Тимофея 2.25. С кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Толкование. Со строгостью и бранью душа не может усвоить ничего полезного. Ибо тот, кто хочет научиться чему-нибудь полезному, прежде всего должен быть расположен к учителю. Но как можно быть расположенным к человеку, который сердится и бранится? Почему же апостол говорит, еретика после первого и второго вразумления отвращайся? Есть как быть расположен к учителю. Тебя в учителе подсказывали, а теперь, а ты такой же. Уже все. Авторитета нет. С этой стороны помощи больше не будет. Никак. Только тайна где-то в молитве. То есть потеря невосполнимая. А он понимает, а он не понимает. Почему? Я говорил, какая причина. Внутрь себя посмотреть очень трудно человеку. Страшно. Так я столько работал, и что я все зря-зря. И вовремя начать, и может в течение пяти минут, на горстать упущенное. Нет авторитета. Все. А что, Христос не авторитет был? Нет, и отошли все. А вы не хотите отойти? От апостола Павла ушли все, говорит. Один Тимофей со мной, один Лука со мною. Но мы-то понимаем, что это неправильно было, что они ушли. А куда они ушли? Дальше нет. Меня интересует 3-я царь, 2-я глава. Дух лжи вошел в всех уста. Ну, почему подробнее не написать было? На остальные-то хоть кто-то увидал или нет, что они изменились. Видимо, ничего не изменилось. Они какие были, такие и есть. Но теперь каждое слово одна ложь. И сегодня бурно реагирует, когда скажешь, дух лжи в тебе. Во мне? В тебе в самом такой. То есть дух не любит, когда его обнаруживают. Он буйствует. А как он должен реагировать? Я буду смотреть внимательно, чтобы он проявился. Я сам увидел. Нет, в том саду бурно. Ни на последствия этого не смотрите чего. Это опыт показывает. Сатана не любит, когда его разоблачают. Человек грабит магазин. Никто не видит, люди идут мимо. Он разбил окно. И в это время осветили его. Машина разворачивалась. Его все увидели, закричали. Он больше ненавидит того, кто осветил. Кабы не он, меня бы не поймали. И здесь он более всего всю ненависть свою бросает на того, кто обличил его. Обличил, доказал, показал. Делающий, обличающий, он должен понимать. Тут угроза. Угроза физического насилия. Там он говорит о неисправимом человеке, о котором известно, что он болен неизлечимо. А здесь речь не о тех, которые уже неизлечимы, что и видно из последующего. Может быть, говорит, и будет какое-либо исправление. Слово не даст ли употребляться о предметах, неизвестных или сомнительных. Следовательно, нужно отступить только от людей, совершенно неизлечимых. То есть отступить, бесполезно говорить. Сомнительных нужно стараться исправить. Заметь, как он, получаясь смиренно мудрее, не сказал, не можешь ли ты, но не даст ли им Господь прийти в себя. Если, говорит, и произойдет что-нибудь, то принадлежит Господу. Ты не гордись. Поэтому, если и мы убедим кого-нибудь, не будем думать, что мы сами убедили. От нас это ничего тут не зависит. Там блокирует сатана, и только Бог может разблокировать. 2 Тимофея 2.26. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Как так уловил? Они же верующие. Уловил свою волю. Теперь вертит мозгами, как хочет. А убедить нет. Не павел, никто не может убедить. Это людям не дано. Говорить ты можешь, а убедить его нельзя. Почему? А оно все отскакивает от него. Там он запечатал, заткнул нору. Я сусиков выливал когда. И такие сусики задом заткнет, воду льешь, вода не идет. А он там сидит. Я видел, как он забежал. Он тут, говорит, задом заткнул, и ничего не проникает. Так, 2 Тимофея 2.26. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Толкование. Понимаете? Мне понравится, который говорил. Я буду говорить и скажу, дьявол уловил свою волю. Он никак не поверит. Он не поймал его. А он уловил его. И дальше сравнивает с чем? Понимаю, это не только относительно учения, но и относительно жизни. Люди находятся в сети дьявола не только по учению, но и по жизни. Вот откуда. Прошлая жизнь. Которая послужила тому, что сатана вошел. Я когда говорю, я это считал неоднократно. Что по жизни. Человек, чтобы жил свято, и вдруг сразу такое случилось, такое противление всей истине, этого не может быть. Не может. Оно несовместимое. Оно будет отторгаться. Он болеть будет. Дальше. Следовательно, без озлобления должно исправлять и тех, которые колеблются в жизни. Ибо как воробей, хотя и пойман за одну часть, разумею ногу, находится во власти того, кто поставил сеть. Так и мы находимся во власти дьявола. Хотя бы уловлены были им не все цело, разумею веру и жизнь, но только в жизни. То есть в жизненном второстепенном вопросе. Уловил, все, потянет дальше. В заблуждениях, говорит, погрязают они. Но уловленные Богом, в его волю, то есть в Божию, может быть, они выйдут из вот заблуждения. Воля же Божия не только в том, чтобы веровать, но и жить право. Следовательно, понимая это не только в отношении к догматам, но и к жизни. Некоторым подворожением, который уловил их свою волю, разумеет дьявола. 2 Тимофей 3.1 «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Толкование. «Так как в те времена много было злых людей, то чтобы Тимофей не смущался этим, апостол прежде сказал ему «в большом доме» и так далее. А теперь говорит, что злые люди будут и после. Еще при Моисее был и Аний, и Иамврий. «Следовательно, это явление не новое, и оно продолжится не до тебя только. Поэтому не негодуй. Времена тяжкие, то есть весьма плохие. Не дни нужно понимать, ибо какие плохие дни. Но, разумеется, совершаемые в эти дни плохие дела и люди. Так и мы имеем обыкновение называть времена плохими и неплохими по свойству дел, какие случаются в эти дни, или по свойству людей». «То есть по свойству дней, или по свойству людей». Вот уже два толкования. Времена тяжкие. «А как он скажет, вы считаете, времена последние, близко, очень близко, рядом». Второе Тимофея 3.2. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Тот час указывает и причину всех зол. Это забота не о делах ближнего, а только о своих собственных. Самолюбивый человек любит только себя самого. Отчего происходит, что на самом деле он не любит и себя. Ибо как в членах тело вред, наносимый одному, распространяется и на остальные, или что бывает в зданиях, то и в церкви. Кто презирает брата и заботится только о себе, тот вредит себе самому. Сребролюбивы. «Указав корень, в частности, перечисляет и отростки от него, из которых первое и наибольшее есть сребролюбие. Ибо как из любви всякое добро, так и самолюбие. Противоположной любви всякое зло. Любовь широка и повсюду разливается, а самолюбие отстесняет широту ее и сосредотачивается на одном только себе. Горды над людьми возвеличиваются и высятся. Когда возрастается зло, то доходит и до восстания против Бога. Ибо если кто тщеславится пред людьми, тот будет потом приписывать себе и всякое совершенство, а не благодати Божией. Как тогда он остановится уже богохульником. Начиналось ничего мало. По ступеням идет и, наконец, богохульником. Так он же верующий был. Все потеряно, больше ничего нет. Сначала начали тщеславиться, что-то особо открыто ему, что-то он видел. И теперь он хулит все. И выходит в эфир, не страшится, ему даже носа нельзя показать. Конкретно говорю, в Потеряевке был человек, ушел. Пришлось крестный ход делать, чтобы вымести его оттуда. Водя, толкни там. Давай. Так, это справедливо. Ибо кто Бога хулит, тот как станет почитать родителей. Кто не почитает родителей, тот будет неблагодарным и к другим людям. Такой человек и неправеден, потому что в сторону отлагает святость и долг. Но он и недружелюбен. Ибо кого другого будет любить человек, который отверг своего благодетеля. Второй тип. Тогда друг, не друг, ему разницы уже нет. Все, святость и долг. И как правило, люди эти жизни заканчивают в одиночестве. Вот у нас знакомые здесь есть один. Неоднократно женятся. И наконец все. И даже дети есть, никого нигде нет. И пытаются убедить, никак. И только когда уж крепко скажешь, тогда он одну-две передачи где-то скрывается. А остальное нет. Они непробивные. А почему? Он никому никогда не покорялся. Притом, я о ком говорю, последнюю жену я знал. Что жить да жить. Глубоко верующий человек. А никак. Безобразничает и в таком возрасте. И матерится дальше, и курит начинает, и пить. А какая-то ингаляция там, что тебе поможет-то? Ничего не будет. Отверг благодетель. Они не понимают, добро, не добро. Они это, для них это. Главное, я истину держу. У нас в потеряевке был такой. Совершенно ничего нет. Одно слово. Маленькое замещание только сделал. Он в бешенство приходил. Батюшка в другую комнату, сказал, ой-ой-ой-ой, только не надо. И, наконец, съехал. Ну, а когда приехал, как знали? Крещение принял. Год проходит, второй, третий, пятый. Я говорю, батюшка, нельзя крестить. Ну, почему? Он исповедует. Действительно, правильно. Критерия нет. Я говорю, ну, в нем дух другой. Я больше всего боялся, что он другой, который выехал, тоже выехал. И точно так же вот он. И они сцепятся с собой, убийство будет. Какой позор будет. И только приехал второй, я сразу стал беспокоиться. И обоим сказал, не сходитесь нигде вместе. Не подходите близко друг к другу. Иначе у вас будет вспышка, вы оба взорветесь. Так и будет. Один в Порщину уехал, а другой в Новосибирскую область. Это видно? На глазах видно. И они изменились, не изменились. Вот тот и другой такие остались. Его приняли. Один уже в детстве крещеный был правильно. И все. Меняются? Нет. И они все время подсматривают что-то. Где-то видят. Тот сделал не так. Я говорю, так это вот как выглядит. Он стоит на одном месте. То есть абсолютная тупость. В прошлом году сцепился прямо не знаю как. Я ему доказываю. Все доказывают. Но не так это понимается. Того никаких. То есть его все время как бы он считает придавливает. А теперь он вдруг распрямился. А ты вот это сделал неправильно. Ему показывают. Это не так выглядит-то. Он еще никаких. Он на этом твердо стоит. Везде у него вмонтировано беспокоянное. А сахарошие люди вместе пили, ели. Вместе молились. И мгновенно делается врагом. В одну минуту. Потом проходит сколько-то времени. Бывает и скажет. Ну я в прошлый раз так маленько покипятился. Да не покипятился. Внутри тебя это все сидит. Сегодня тебя накормили хорошо. И ты поэтому успокоился. Дальше. Второй Тимофей 3.3. Непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра. Толкование. И непримирительны. Не примиряется ни с кем. Хотя бы даже с благодетелем своим. Благодетелем. Ему добро делал там все. А это ничего не значит. Главное, что угодить тому, кто в нем. Хозяину. А может он исправится. Не знаю. Но вот он говорит, что непримирительны. На перемирие не идут. Никак. И клеветники. Почему я боюсь, когда сила их увеличивается. Почему? Есть люди, которые уже известны в этом погрязно. Я говорю, не встречайся. Не беседуй. Я заранее предупредил. Если сойдетесь, ты ни одному слову не будешь верить. Ни тому, кто тебе благодетель. Ни священнику, ни еписк. А ты будешь верить только ему. Почему? А там такой же дух. Там встретились два этих шурика. И теперь они оборочивают имя. А нас уже двое. Двое это сегодня. А завтра может быть и трое. Вот так рождается общество, злодейство, шайка. Клеветники, то есть злословящие всех. Человек, не сознающий за собой ничего доброго, клевещет на всех. Вот он у нас был здесь. И захвачен нарушение седьмой заповеди. Занимался прелюбодейством. И изгнали его. Все. И теперь он выходит в эфир. Дальше она говорит о целомудрии, о святости жизни. То есть крайне абсолютная сожженная совесть. И об этом рта тебе раскрыть нельзя. Поганец, ты что сделал-то? Ты что натворил? Он совершенно бессовестный. Глаза у него вроде есть, и глаз никаких нету. Пустышки. Ну в этом ты виноват. Или ворюга начинает говорить, только воровать-то нельзя. А то другое продолжает воровать. Держи вора. Это не где-то, а у нас прямо было. Здесь. И он выходит в эфир и начинает толковать. Хотя я жене говорю, ну ты маленько-то усмири или как-то. Говорит, ничего, нельзя. И детей отравляет. И детей всех против. И дети здесь скрещенные были. Всех до одной. Одного делает развратниками. Вот и все. Так. Главное, где он касается, семья разваливается. Хотя бы были ребятишки, двое-трое развалит. А потом, которая, она его слушала, а потом, и она перестает его слушать. Ты что, дом совсем такой есть. Но она уже разведенная. Пять-десять ребятишек, ему разницы нету. Почему? А он это знает. Дух блуда сидит. И он так ее научает. И все, развалилось. Вот, пожалуйста. Хочешь, познакомим. Пошли. Клеветники, то есть злословище всех. Человек, не сознающий за собой ничего доброго, клевещет на всех. Выдумывая и находя в этом, казалось бы, некоторое утешение для себя. Знаешь, точно как. Что не я один такой, а другие такие. И он именно в этом и говорит. Да ты что, я говорю, с ума сошел, что ли? Кого-то обвиняешь об этом. Ну, правильно. Я узнал. Это вот епископ, там у него такой. Да нет этого. А почему? Потому что он блудник. Невоздержны. И в языке, и в чреве, и во всем другом. Жестоки. Видишь, какими делает самолюбие и сребролюбие. С зверями вместо людей. Враги всякого добра. 2 Тимофей 3.4 Как? Кем он стал? Зверь. Враги всякого добра. Зверями стали. И далее. 2 Тимофея 3.4 Предатели. Наглые. 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 Напыщенные. Более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Толкование. Предатели дружбы наглые. То есть не твердые, не постоянные. Напыщенные. Исполненные надменности. Иначе и быть не может. Ибо где любовь к сластям, мирским, там желанию божественного нет места. 2 Тимофея 3.5 Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Полкование. А может быть обратить можно? Нет, удаляйся. То есть они принимают только вид благочестия и притворяются. Делами же отвергается его. Заметь же, что и сила благочестия, и как бы нервы его в делах. Почему правильно говорится, что оно без дел мертво? А про нервы, слово нервы я ни разу не встречал у Златоуста. Почему? А еще ничего не было известно. А уже в 11 веке Блаженов и Филакт применяют это слово нервы. То есть открыто было. А ты их видел, нервы? Нет, не видел. А много ли их? Ну, я не знаю, много ли не много, но несколько тысяч километров нервов в одном человеке. Да где они помещаются? Ну, это, как говорится, нанотехнология. А ты веришь в это? Мы уже исследовали. У человека отображение в глаз идет, и там обратно, куда попадает свет, 700 тысяч колбочек. И вы верите в это? Подтверждают это немецкие исследователи, другие. У меня разницы нет, 700 или 600. Но зачем я буду говорить против? Я много и не знаю, но это общепринятое везде мнение. Общепринятое. Исследования идут, расспрашивают, избирают группу людей, и на них идут исследования. Зубы дергают, с каждым зубом определенный процент памяти уходит. Я в Америке был, меня привели к стоматологии, он опрокил, посмотрел. Я говорю, сделай штифты, а на них наростит. Но у вас ниже десны. Только дергать. Я говорю, мне нельзя, я занятия веду в университете. Я говорю, при чем тут это? У меня памяти не будет? Я не смогу ответить? Я говорю, что вы думаете? Русский там какой-то еврей. Лакированная и все такое. Я возвращаюсь сюда. Пошел здесь, у меня бесплатно, как репрессированному политзаключенному. И тоже дергать. Я говорю, ну память уходит. А старый этот ключник наста и дергает. Он говорит, правильно. Ну больше верхняя челюсть, нижняя. А сколько? Я не знаю. И вдруг я встречаю шведские ученые. Вели исследование там 25 лет. Определенная группа 3000 людей, которые ходили. И как терялась память. И нашли подтверждение. А вы откуда знали? Не знаю. Я просто чувствовал, что память уходит с зубами. Ну воздергнули. У меня ни один зуб не выдернуто. Я не знал ниоткуда это. Совершенно. А теперь исследования вели. Но мои знания, то есть чувствования, нельзя было применить никуда. Они на чем не основывались. Внутренне. А там доказательства. Так. 23. Ну и всегда. Дочитай. Слово вид в другом месте. Римлянам 2.20. Так, подожди. Сейчас какой ты читаешь? Вы правильно были у вас. Все было правильно. Ниже опустите. Ниже опустите еще. Ага. Вот. Вот. Еще вот. Тут и читаем. Ага. Считай до конца. Апостол употребляет. В хорошем смысле. Учитель имеет образ знания. То есть созидает и образует знания в учениках. Если такие люди будут в последние времена, то как говорит таковых удаляйся? Вероятно, и тогда было несколько таких, хотя не в большей степени, все-таки было. Поэтому, как бы так, говорит апостол, так и ныне найдутся. Каковых отвращается, это хорошо будет. Поэтому и прибавляет. К ним принадлежат те, которые вкрадываются в домы. Или к последним дням Павел называет дни, которые последуют, тотчас по его кончине. А Тимофей останется еще в живых. Или что ближе к истине, как судит святой Иоанн Златоуст, через Тимофея апостол увещевать всех, удаляться от таких людей. Все.